Здравствуйте! Обзор прошедшей спортивной недели, как обычно, в программе «Спорт-ревью». Событий на этот раз не так уж и много, но все они заслуживают вашего пристального внимания. Особенно продвижение приднестровских спортсменов на международной арене. Итак, в сегодняшнем выпуске. На Кубке мира по кикбоксингу в Венгрии завоевано две медали. Тираспольские файтеры отстаивают свои позиции. Легкоатлеты сформировали костяк национальной сборной. Впереди борьба на официальной международной арене. Высшая лига баскетбольного чемпионата Молдовы. Бендерская команда в числе сильнейших оспаривает бронзу чемпионатов. В футбольном Кубке Молдовы новые чемпионы. Желто-черные уступили трофей принципиальному сопернику. На прошедшей неделе в Тирасполе прошел официальный старт по легкой атлетике чемпионат Приднестровья. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов со всех городов и районов республики. Медали первенства разыграли сильнейшие атлеты Приднестровья. Взрослые и юниоры боролись не только за награды турнира, но и за места в национальной сборной. 9 легкоатлетов из Тираспольской, Бендерской и Каменской спортшкол вошли в состав национальной сборной Молдовы. Наши спортсмены успешно выступили на чемпионате Приднестровья, одержав победы в своих коронных дисциплинах. На прошедших соревнованиях атлеты проверили готовность перед предстоящими чемпионатами Молдовы и Европы, которые пройдут в Кишиневе и Грузии. Есть несколько участников, отбирающихся в состав национальной сборной. Это соревнование является для них очередной тренировкой, где они могут, имеют возможность проверить свою спортивную форму, внести коррективы. Значительное количество участников, готовящихся к национальному молдавскому чемпионату страны и к Кубку Европы, который придет в этом году в Грузии. На международной арене от Приднестровья выступят метатель Николай Чибан из Каменки, бендерский бегун Алексей Кравченко и семеро воспитанников Тираспольской школы Олимпийского резерва. Это Ирина Твердохлебова и Станислав Георгиогла прыжки в шестом, Андрей Мыциков и Владимир Летников прыжки в высоту. На стаирских дистанциях выступит Олеся Смавженко, а в спринте Андрей Дорануца и Олег Шокин. Последний стал чемпионом республики в беге на 200 метров, опередив главного конкурента на 0,3 секунды. На дистанции 200 метров конкуренция хорошая. Есть и в Приднестровье у нас здесь Андрей Дорануца, с которым постоянно встречаюсь на этой дистанции. И в этот раз я выиграл. На чемпионате Молдовы конкуренция еще пожестче, так что бегать есть с кем. В первый день соревнований мастер спорта Олеся Смавженко одержала уверенную победу на дистанции 1500 метров. Спустя сутки терраспольчанка снялась с турнира по болезни. Отсутствие фаворитки придало интриги за бегу на 800 метров. Первую финишную черту пересекла воспитанница Суклейской спортшколы Кристина Бедюк, завоевав золото чемпионата. Лучший результат. Вчера прибежала полторашку по личному 5-12. Выиграла тоже и сегодня 800 тоже по личному 2-28. Тренируюсь упорно, каждый день все лучше и лучше. Дальше стараюсь выполнить мастера. На чемпионате Приднестровья также были выполнены и нормативы первого взрослого разряда. Так терраспольчанка Кристина Кравченко улучшила личный результат в забеге на 400 и 200 метров. Выбежала из минуты, очень этого ждала. В прошлом году я пробежала ровно минуту, а в этом году я улучшила свое время. Как и на 400 выиграла и пробежала 59,6, так и на 200 тоже по личному пробежала, выше первого взрослого разряда. Я с собой довольна. Осталось только на Молдове еще улучшить время и посмотрим, что уже будет. В финальном забеге на 800 метров лучшее время показал бендерчанин Андрей Медведев. По ходу дистанции позади остались терраспольские атлеты Вадим Скрипник и Дмитрий Седов. Все выступили по мере своей возможности. Кто-то хорошо, кто-то не очень. Но все, кто как тренируется, кто так и выступает. Например, по мне я улучшил свой результат. У меня лично. Я выполнил первый взрослый разряд. Финальным аккордом чемпионата республики стала легкоатлетическая эстафета 4 по 100 метров. Команда Террасполя выиграла женский забег, а среди мужчин лучшее время показали бендерчане. Уже в ближайшие выходные приднестровские атлеты примут участие в чемпионате Молдовы, который пройдет в Кишиневе. А в середине июня наши сборники отправятся в Тбилиси на командный чемпионат Европы. 20-й Кубок мира по кикбоксингу ВАКа прошел в Венгрии. Турнир собрал более 900 спортсменов из 48 стран, в числе которых нашлось место и четырем приднестровским файтерам. После приезда на родину со спортсменами встретилась наша съемочная группа. Четыре приднестровских кикбоксера были включены в сборную Молдовы. Исходя из подготовки, на Кубке мира наши файтеры решали различные задачи. Так Владислав Чигурко сложил перчатки уже после первого поединка. Один из Телешман, выступавший в весовой категории до 67 килограммов, завоевал пятое место среди юниоров. В разделе К1 Телешман одержал победу над португальским спортсменом, а в четвертьфинале уступил бойцу из Белоруссии. И все-таки без приднестровских медалей на Кубке мира не обошлось. Владислав Абручков одержал две убедительные победы над спортсменами из Литвы и Словакии. А в бою за выход в финал уступил представителю Польши 2-1 и взял бронзовую медаль. Впечатления очень яркие, турнир был очень сильный, приехало около 50 стран. Турнир очень сильный был, соперники тоже легких не было. Медаль на Кубке мира позволила Владиславу Абручкову завоевать путевку на мировое первенство по кикбоксингу, которое пройдет в итальянском городе Римени в сентябре. Этот турнир, наверное, соберет порядка 100 стран, более чем из 80 стран Европы и Африки, ну, хоть всех континентов. Турнир будет серьезный, потому что там будут разыгрываться квоты на всемирные игры в Лос-Анджелесе. В мировом первенстве также примет участие и Александр Иванов, который завоевал в Венгрии серебряную награду. В категории до 54 килограммов терраспольчанин одержал две победы, а в финальном противостоянии минимально уступил белорусскому файтеру. Как всегда, финальный бой – это самый тяжелый, проиграл с отчетом 10-9. Белорус ввел все три раунда в одну очку. Остальные преднестровские кикбоксеры еще не потеряли шансы принять участие в первенстве мира. Никита Левушкин, Дмитрий Гайдукевич, Владислав Чигурко и Денис Телешман попытают счастье на открытом Кубке Балкан в Боснии. Вадим Гачков, Денис Гуляев, Спорт-Ревю. Тем временем в Кишиневе состоялся финальный матч Кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Зимбру. 9,5 тысяч зрителей наблюдали за противостоянием двух непримиримых соперников. Практически весь поединок команды провели не в равных составах. На 22-й минуте терраспольчане остались в меньшинстве, когда Луванор Энрике был удален с поля за грубую, по мнению арбитра матча, игру. Воспользоваться численным преимуществом Зубры смогли лишь в начале второго тайма. На 50-й минуте Спетару вышел 1 на 1 с вратарем и неотразимо пробил под перекладину. Ответ Шерифа пришел незамедлительно. Жуниния Патегуар со штрафного отправил мяч в правый угол. В середине второго тайма Зимбру снова удалось реализовать большинство. После розыгрыша углового полузащитник Шерифа Марк Астанович срезал мяч в собственные ворота. А окончательный счет в матче установил Юлиан Ерхан. Одержав победу со счетом 3-1, Кишиневский Зимбру стал шестикратным обладателем Кубка Молдовы. В столице определились победители городского турнира «Кожаный мяч». Эти футбольные соревнования одни из старейших в Тирасполе. Проводятся они с 60-х годов прошлого столетия. В этом году матчи проводились в одной возрастной группе – 2003-2004 год рождения. Участники представляли все общеобразовательные школы города. Вот так с юмором и позитивом поздравляли победителей традиционного турнира «Кожаный мяч». И кажется, президент городской федерации футбола точно знает, в чем именно состоит доля шутки. Говорит, на таких турнирах в большую игру входили многие известные наши футболисты. Мы пытались и смотрели на мальчишек, которых мы хотим привлечь для регулярных занятий в ВСД «Шор-4». Это не значит, что они будут прямо чисто футболом заниматься. С ними я работаю так, чтобы физически они окрепли, чтобы они были более подвижны, более организованы. А затем, конечно, из тех мальчишек, которые занимаются, их обычно много, постепенно что-то выходит до степени олимпийского чемпиона Игоря Добровольского. В этом году в соревнованиях участвовали юные футболисты 2003-2004 годов рождения. За звание сильнейших боролись команды общеобразовательных школ города. Игра проходила в четырех подгруппах, лидеры которых встретились в финале. Звание победителей в итоге заслужили ученики четвертой школы в решающем матче, обыгравшей сверстников четырнадцатой школы. Мы играли с пятнадцатой, четырнадцатой и второй школы. Самая сложная школа была эта четырнадцатая, потому что там играли несколько человек из клуба «Шериф». Была ничья и по пенальти мы их выиграли. Игра была напряженная. Во всей команде у меня только два человека играют в этой школе в футбол. Остальные мы доморощенные, где на уроках физкультуры приобретаем навыки. На третьей позиции выступление завершили представители второй школы, а команда пятнадцатая становилась на четвертом месте. Ну а победителей ожидает республиканский финал турнира «Кожаный мяч», который состоится 7 июня. В нем примут участие лучшие команды городов и районов Приднестровья. Юлия Саракопут, Сергей Василев, Павел Божонко. Спорт-ревю. В баскетбольном первенстве «Бендерская» с «Дюшор-2» продолжает бороться за бронзу чемпионата. В первом гостевом поединке бендерчане проиграли. А потому, чтобы продлить серию, дома нужна была только победа. Справилась ли Приднестровская дружина со своей задачей, расскажет Вадим Гачков. Почти вся первая четверть прошла в равной и упорной борьбе. Достаточно нервное начало сказалось на результативности обоих клубов. Но рывок на последних минутах позволил «Дюшор-2» уйти на перерыв, ведя в счете. Первая половина дала решающий результат, потому что мы их вымотали, а потом они уже сдались и настроение ухудшилось на эту игру. На волне успеха бендеры попытались увеличить преимущество. Стабильная реализация и игра под кольцом довели превосходство хозяев к большому перерыву до 20 очков. Лидеры гостей Кишиневского клуба «Агро» явно не справлялись с возложенной ответственностью за результат. Наши первые пятеры, так называемые старики, ветераны, будем так говорить. Я просто не узнаю, не узнал сегодня их. Это нельзя подходить так своим обязанностям. Такое было указание не расслабляться, нарастить преимущество, чтобы потом было поспокойнее завершить эту игру. Так ребята выполнили это указание. Такая тактика сработала. Хозяева больше комбинировали, а гости зарабатывали баллы бросками из-за дуги. И хоть «Агро» сократила отставание в счете до 13 пунктов, от третьего матча в серии это их не спасло. С «Дюшор-2» победила 72-59. Команда «Бендер» была сильнее на голову. И это отразилось и на результате, и на то, что мы проиграли. Несколько часов назад завершился решающий матч серии. С «Дюшор-2» в Кишиневе одержала победу со счетом 74-64. И вместе с ней завоевала бронзовые медали чемпионата. Подробнее об этой встрече вы узнаете в следующих выпусках. Вадим Гачков, Иван Глухенький и Салават Шейхулисламов. Спорт-ревю. На сегодня наш выпуск завершен, но спорт на этом не заканчивается. Смотрите на Первом Приднестровском каждую среду программу «Спорт-ревю». В студии работала Оксана Шахова. Удачи вам. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!